На площадке детского оздоровительного центра «Салют» в гостях у отдыхающих здесь мальчишек и девчонок побывали организаторы проекта «Лето с общественным советом», которыми выступили медиахолдинг «Федерал Пресс» совместно с общественным советом при ГУМВД по Свердловской области. Проект стартовал в июне 2019 года, и за три летних месяца организаторы проекта поставили цель – побывать в детских загородных лагерях во всех направлениях – в Южном, Северном, Западном и Восточном. Для того, чтобы рассказать им, насколько важно любить родную страну, какие права и обязанности у них есть, как у граждан этой страны, почему важно поддерживать здоровый образ жизни, и какие профессии есть в полиции, и какие перспективы для них открывают работа в МВД. Почему мы считаем, что это важно? Потому что только прямой контакт с подрастающим поколением дает нам возможность донести ту ценность, которая заложена в этом проекте и заложена в основных ценностях гражданинам страны. Приветствие и знакомство с гостями состоялось в киноконцертном зале лагеря «Радуга». «Радуга» 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 Лето с общественным советом объединило большое количество различных мероприятий. Отдыхающие в лагере мальчишки и девчонки были распределены на три возрастные группы для участия в конкурсах и состязаниях. Так дети от 7 до 12 лет приняли участие в правовой викторине, правовой лабиринт и викторине от ГИБДД на знание правил дорожного движения. Большой интерес у подростков вызвало и состязание «Юный патриот», в котором на время нужно было разобрать и собрать автомат АК-74. «Внимание! Хоп!» « po야스 включает dichi тех! Хоп!» «Подростков » Молодец, делай, делай, не бойся. В ходе мероприятий ребята также смогли узнать, что же такое русский силомер и испытать себя в этом спортивном состязании. Силомер – это вид спорта, который изобретен в Екатеринбурге в 2012 году. В первом году в нем участвовало всего лишь 5 тысяч детей. В следующем году в нем участвовало уже 100 тысяч детей. 100 тысяч детей. После этого мы обратились в администрацию президента Владимира Путина. Он встретился с нашими представителями, это вы можете увидеть в YouTube, где соберите русский силомер Путин. Рассказали им про вид спорта, и он сказал, ребята, я вам даю карт-бланш, развивайте везде русский силомер. В чем заключается система русский силомер? Мы разработали 11 упражнений, старые взяли, которые на турнике выполняются. Разложили их от простого к сложному и ограничили все одной минутой. Каждое упражнение стоит определенное количество баллов. Каждый из вас сегодня подойдет к турнику, получит одну минуту и сделает максимальное количество тяжелых, какие вы можете, упражнений на перекладине. Мы почитаем ваши баллы и скажем, кто из вас самый сильный. Третье место, второе и первое. Марш! Нажимай. Бежало? Выход на дну. Раз. Упор сверху делай. Хорошо. Выход. Упор сверху делай. Два. Отлично. Страхующую руку держи, чтобы быть готовым. Выход на дну. Три. Болельщики помогают. Опа. Выход на дну. Раз. Тоже станет самым сильным. Давай, давай, давай. Выход на дну. Раз. Работаем. Выход на дну. Страхующий рядом стоит. Хорошо. Работаем. Армейская. Раз. Армейская. Два. Армейская. Три. Армейская. Четыре. Армейская. Пять. Армейская. Шесть. Армейская. Семь. Отметим, представители ОМВД России по Артемовскому району также присоединились к мероприятию «Лето» с общественным советом и смогли презентовать самые интересные полицейские профессии. Так ребята с удовольствием познакомились с профессией кинолога и эксперта-криминалиста, а также узнали, как можно поступить в высшее учебное заведение МВД. Сегодня мне очень понравилось, что кинологи приехали, показали работу собаки. Дополнительно была служба ПДН. Мне очень понравилось, что активно принимают участие во всех мероприятиях, которые здесь. И вообще чувствуется, что ребята заражены этим, всем интересно. Этот проект проводится по всей области. Это не первый лагерь, мы сегодня уже во втором лагере были в Алапаевске. Поэтому я считаю, что это нужное дело, это полезное дело. И я думаю, что детям это интересно. Нас дети встречают очень позитивно, с большим интересом относятся к той программе, которую мы предлагаем. И нас это невероятно радует. Завершение масштабного мероприятия стало подведение итогов и награждение призеров и победителей спортивных состязаний и интеллектуальных викторин.